может быть какие-то наблюдения вот вы как уже можно сказать американского берега наверное вы видите каких-то совсем новичков вот приезжают люди новенькие свеженькие есть что такое на чтобы им надо обратить внимание или может быть тем кто собирается ехать вот заранее обратить внимание на какие-то вещи которые будут мешать в америке мне кажется вообще всем кто как бы приезжает надо быть как бы более открытыми к новыми к новым впечатлениям и так далее быть готовым как бы не отвергать все потому что нет это чужое это не так как на родине у нас по-другому а вот именно себя заставить ко всему открыто относиться типа вот этот человек не такой как у нас но вот интересно там с этим человеком поговорить узнать не хватает открытости но это правда когда поколениями в этом вам хорошо говорить вы там пожили бы не бывали на родине вы из москвы повода семья ваша ну хорошо то есть но понятно тезис понятный на самом деле такой вопрос если бы вы например могли что-то изменить вот в америке как функционирует страна к лучшему вот чтобы вы сделали к лучшему наверное больше культуры что ли добавила вот тут как бы ну как-то доступность высоких искусств музеев там театров опер ну как бы балета это все доступно достаточно как бы богатым гражданам как бы дорого считаете дорого да как бы дорого это только в самых больших городах как бы и нет ну как бы и даже в школе как бы как-то мало к этому вообще к искусству относятся вот и вот этого конечно как бы потому что в достаточно все-таки молодая страна вот если сравнить там с европой так далее не хватает немножко историю исторических зданий там только шоу спереди вот но как бы раз этого не хватает то хотя бы можно как бы развивать культуру там это вы как были лида рассуждаете сейчас если бы как циркачка вам бы хватило это тоже как бы это тоже искусство все-таки как бы хорошо когда я вот вечером ну там можно пойти там в театр они то что там в кино там на какой-то очередной что мы с вами жили в москве но вы может быть маленьком еще были не очень ходили куда-то но я тоже в москве но как только увидишь куда-то из москвы и я вам скажу что не было много культурки согласно и и даже в столицах там в киеве минске понимаете это было не сопоставимо с москвой поэтому собственно по моему процентов 80 всей науки советской были было в москве были сосредоточены в москве поэтому эта проблема не сугубо американская потому что америка гораздо большей степени является таким эти distributed обществом где чем например в очень многих странах где все в одном городе собрано вот поезжайте в эфиопию там будет город одисабеба и все а дальше там три километра отъехал уже дети бегают так что я понимаю ваши так сказать ваш запрос такой ну а вот из плохих вещей вот допустим если еще не такое плохое чего надо было бы избавиться уже вы хотите из лучшего из хорошего делать лучше а вот это чтобы допустим в хорошем убрать плохое чего-нибудь есть много например как будто что я об этом критиковала мне кажется что на самом деле не ну как бы если другой стороны посмотреть то это как бы не так уж и плохо там мне может быть не нравится вот меркантильность общество что вот все за деньги все везде но с другой стороны это работает вот и это дает эффективность это дает очень много плюсов так что я наверно могла найти вот что-то конкретное что-то конкретный минус ну вот у вас нет ощущения потому что ну как-то последнее время стрельбы много пошло такой я бы сказал надо немножко межрасовый как бы да то есть как белые полицейские стреляют там и вот мы понимаем почему там это мы понимаем что есть как бы зависимость между там скажем цветом кожи и допустим преступность это 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 понятная зависимость но все-таки даже полиция профессионалы это не граждане которые там выпили и пошли стрелять значит вот у вас нет ощущения что как это расовая напряженность присутствует в обществе есть что-то или нет дискриминация может как это скрытая опять же я как бы я считаю всю жизнь живу в очень операльных городах вот где как бы никогда никаких расовых напряжений отделение не чувствовалось то есть я но как что в новостях так как я вижу что происходит по всей стране но как бы сама это вам не приходилось слышать от допустим афроамериканцев может быть что вот тут не все по-честному чтобы все таки осталось какая-то дискриминация вот что такое никто не жаловался ну я бы сказала не то что жаловались ну как бы там были там разговоры про вот ну как бы те которых я встречала опять же как бы все меня круг общения как в университете люди которые получают высшее образование либо как бы в аспирантуре где люди у которых уже есть высшее образование которые идут дальше то есть как бы все таки это другое ну как это люди даже если у них были как бы какие-то сложности в жизни них преодолели то что они вот как бы они поступили вот кое-как они нашли как бы как оплатить университет там даже если там вы знаете мою дочь да и ну вот она когда училась в беркли в это время отменили вот это вот аффирмити action то есть когда там дополнительные льготы давали при поступлении меньшинством и так далее и ну там много бузы было на этот счет что вот безобразие какое-то так далее и я ее спросил как там вот вот ребята у вас что говорят она говорит ты знаешь больше всего радуются те афроамериканцы которые учатся в беркли они говорят нам нам самим обрыдло что все думают что у нас сюда взяли не за таланты а за то что мы какие-то вот там значит угнетенные они не хотят быть угнетенными и с дополнительными очками кроме того вот все эти угнетенные которые по дополнительным баллам там проходили да и они отчислялись через полгода год они просто не выдерживали то есть мало зачислить их надо тогда что с ними делать учиться они не могли ну что же такой вопрос может быть на засыпку вы что-то такое наблюдали в средствах массовой информации то что люди говорят какой-то негатив в отношении скажем в россии как страны людей которые живут в россии людей которые не живут в россии но которые приехали в сша из россии вот как как мы с вами есть как как какой-то негатив с этим связанный говорят что пропаганда антироссийская ну тут нет вот это если кто-то узнает что русский даже вот когда как бы в прошлом году весной вот как бы вся история с кримом началась как бы меня никто как бы все подходили как бы с интересом типа интерес им было интересно взять моя точка зрения как бы что я думаю как как бы как русская вот но никаких там ну как бы никакой дискриминации дискриминации никакого там негативного отношения никогда не чувствуют говорят смотришь голливуд и там как русский он в шапке-ушанке одно ухо вверх другой вниз и пьяный такого вот тут как-то нет тут всегда наоборот у всех стереотип что русские очень умные вот что как бы они серьезно относятся к своему делу там серьезно то есть голливуд серьезно воспринимается хорошо ну что желанную может быть вы чего-нибудь такое напоследок скажите вот тем кто нас смотрит там как ты привет какой-то передалите такой совет всем выбрать себе цель идти к этой цели и как бы и это дает какой-то там когда есть цель и так не идешь как бы ты постоянно занят то есть что бы ни происходило в жизни там что-то грустное там как бы все-таки жизнь это жизнь как бы все гладко не будет идти но когда вот у тебя ты к чему-то стремишься ты делаешь ну как бы шаги к этому то ну как бы ты нет и не у тебя получается не фокусироваться на вот на грустном на неудачах то есть такое позитивно позитивный вектор сохраняется на откуда у вас такая не по годам можно сказать философская мудрость я читать люблю да то есть это не американская девочка это получается читать но американцы тоже разные есть это правда ну хорошо давайте мы так ручкой помашем всем скажем привет и пожелаю всем успехов